Здравствуйте! С вами я, Ксения Лосева, и вы смотрите «Телезащитник». Наша программа поможет получить правовую консультацию по любому интересующему вас вопросу. Специалисты, эксперты, чиновники различных учреждений и ведомств уже готовы ответить на все присланные вами вопросы. Сегодня в выпуске. Старшим больше. Насколько вырастет пенсия для 80-летних? В долгах, как в шилках. Можно ли взыскать долг с ликвидировавшейся фирмы? Посеян в огороде. Коммунальные прелести обитателей двухэтажек. Наследство с обременением. Подводные камни наследуемой недвижимости. В прошлом году средняя продолжительность жизни, по данным Минздрава Коми, составила 71 год. Государство, в свою очередь, предусмотрело для долгожителей, перешагнувших 80-летний рубеж, повышение пенсии. Кому и в каком размере, знает наш эксперт. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, моему отцу в июне уже исполнится 80 лет. Когда ему будет выплачиваться повышенная пенсия? И нужно ли ему будет лично обращаться в пенсионный фонд? Когда пенсионер достигает 80 лет, он имеет право на увеличенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ваш отец начнет получать повышенный размер, начиная с июля, с доплатой за июнь с даты рождения. Обращаться в пенсионный фонд не нужно, потому что перерасчет будет сделан в автоматическом порядке. Следует отметить также, что если на дату достижения 80 лет ваш отец имел инвалидность первой группы, то размер пенсии не увеличится, поскольку максимальный размер фиксированной выплаты был установлен ему при получении инвалидности. Счет на оплату есть, а самой услуги нет. Такая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов возникает и в городах, и в сельской местности. То контейнеров недостаточно, то очищать их. Региональный оператор не торопится. Как добиться перерасчета, спрашивают наши телезрители. Улика у нас большая, но мусор у нас не вывозят. Не стоят емкости для мусора, не приезжает машина, но ежемесячно нас удерживают деньги за вывоз мусора. Как нам поступить? Платить за вывоз мусора или бунтовать? Не хотелось бы, конечно, платить деньги пенсионеры, которые получают и так пенсию минимальную. Да за спасибо платить деньги. Ждем ответа. Согласно санитарным нормам и правилам, контейнерные площадки и контейнеры должны находиться на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от дома. Соответственно, если контейнерной площадки в этом радиусе нет, Ухтажилфонд обязан вам сделать перерасчет. Для этого пишите заявление в Ухтажилфонд. Они приезжают, проводят проверку. На основании проверки составляется акт о том, что услуга вам не оказывалась. И на основании этого акта Ухтажилфонд должны сделать вам перерасчет. Заскать с должника долг подчас непросто. Особенно, если ответчик юридическое лицо. В таких ситуациях всевозможные общества с ограниченной ответственностью и эту самоответственность стараются всячески избежать. Можно их обязать заплатить положенное, спрашивают телезрители в нашей группе ВКонтакте. По решению суда от 2014 года строительная подрядная фирма должна выплатить нам 2,5 миллиона за некачественную работу. В ходе судебных разборок фирма ликвидировалась. Попытки приставов взыскать с них долг оказались безуспешными. Возможно ли возобновить исполнительное производство, ведь решение суда так и не исполнено? Или есть какие-то сроки исковой давности? Возобновление исполнительного производства невозможно. Принудительное исполнение в отношении ликвидируемого юридического лица не осуществляется. Ответственность за расчеты с кредиторами несет ликвидатор или конкурсный управляющий. По заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель может проверить правильность действия ликвидатора, проверив, правильно ли осуществлены расчеты со взыскателями. Ковры рядом с подъездом, бассейн у дома. И это совсем не про шикарную жизнь в элитных особняках. Такова суровая действительность жителей двухэтажных деревяшек в столице Коми. Жители двух домов по улице Марково обратились к нам с жалобой на бездействие управляющей компании. Наталья Литкевич разбиралась в ситуации. Вот такая лужа осталась после схода снега между домами 5 и 7 по улице Марково в Сыктывкаре. Узкие мостки и проложенные жильцами поддоны то и дело погружаются в воду. Один неосторожный шаг – и человек может упасть в искусственный, дурно пахнующий водоем. Каждый год такая лужа? Нет, не каждый год, но в этом году вообще безобразно. Ну, здесь вообще, ну, сами видите, что. Здесь мизина, вот это вот все. Каждый год бывает, но она уходит, вода. А в этом году, как видите, все на месте стоит. Николай Архипенко – инвалид первой группы. Всю весну он проболел. Постоянная сырость казалась на здоровье, уверен пенсионер. Страдают от обилия влаги и его соседи. Вода прибывает с каждым, с каждыми осадками ее все больше, она никуда не уходит, меньше ее не становится. В подвалах вода стоит под пол. Каждый год мы обращаемся, приезжают машины и откачивают хоть как-то что-то. В этом году вообще ни управляющая компания при обращении, ни администрация вообще никак не реагирует. То есть управляющая компания по поводу того, что у нас дворовая часть затоплена, они сказали, что дворовая к нам никак не принадлежит, это администрация. При обращении в администрацию они отчитались, звонили мне и сказали, что все устранено. Было ЦУ дано управляющей компанией, которая все устранила. От хронической сырости на первых этажах этих старых деревянных строений перекосились и прогнили полы. Однако места общего пользования обслуживающая организация тоже ремонтировать не спешит. Спокойно можно сломать ногу здесь. А это теплоузел в доме номер 5. Комментарии, как говорится, излишни. Не лучше обстоит дело и в квартирах, особенно на первых этажах. Из-за сгнившего чернового пола температура зимой внизу доходит до минус пяти. Вот и в этой, например, пол изрядно просел. А по стенам пошли большие трещины. Да и с напором воды проблема. Неоднократно прощались в управляющую компанию. Говорят, что это не их вина. Вода идет, и слава богу. Хотя напор очень слабый, и стиральная машина не справляется. Уже ошибки выдает постоянно. И по поводу счетчика тоже квартира муниципальная. Газбитовая компания говорит, покупайте счетчики и за свой счет меняйте. Хотя должны менять за счет администрации города. И вот пришлось вот купить вот даже счетчик, чтобы поменять. И как бы вот нас не наказали и по общему тарифу не насчитали нам электроэнергию. Такая картина практически во всех квартирах этих двух домов. Оно и неудивительно, ведь деревянным строением почти 60 лет. Износ 70%. Часть квартир признали непригодными для проживания. Однако, как нам объяснили в мэрии, дома аварийными не считаются. Их программу переселения на 2019-2025 года не включены. Основанием для признания дома аварийным и подлежащим сносу является заключение специализированной организации, проводившей обследование. Услуга подготовки, заключения и проведения обследования является платной. Стоимость специализированной организации определяют самостоятельно. Такие вопросы решаются на общем собрании собственников. Инициатором выступает собственник помещения в таком доме. Цена вопроса для таких домов – 1020. В мэрии нас заверили. Расходы на экспертизу для нанимателей муниципальных квартир возместит муниципалитет пропорционально занимаемой площади. А жителям совсем уж непригодных для проживания апартаментов администрация города может предоставить так называемый маневренный фон. Тем более, что управляющая организация мало чем им может помочь. Вода не уходит из-за забившегося канализационного колодца. Это самая низкая точка, вот в этом как бы хватали. И поэтому туда вся вода сбегает. Мы уже смотрели, канализационный колодец находится между пятым и пятым домом. Там 50 сантиметров на 30, выше сегодняшнего уровня воды. Это лучше. Ну и что-то можно сделать? Да? Ничего не возникнет. Только ждать, когда сейчас будет стекло, пойдет в рост. На поля отдельно пойдут в рост березы и лива. И они своими корнями высадят всю эту воду. Капитально ремонтировать дома, по мнению представителей управляющей компании, тоже нецелесообразно из-за их ветхости. А обслуживание дворовой территории вообще не в их компетенции. Действительно ситуация распространена. Управляющая компания отправляет в администрацию, администрация отправляет в управляющую организацию. Что делать нам с вами, как жителям многоквартирных жилых домов? Первое, с придомовой территории прежде всего поможет разобраться администрация. Именно она знает, территория муниципальная либо отведена под обслуживание этого дома, то есть наша с вами как общая долевая. И второе, именно администрация в силах определить причину, почему же образуется огромнейшее ложе. Все просто. Если больше половины квартир в доме муниципальные, то и дворовая территория в ведении администрации. Именно она отвечает за порядок. Если же больше половины квартир приватизированы, то за содержание придомовой территории отвечают собственники. И как и на какие средства ее благоустраивать, они решают сами на общем забрании. Или поручают это управляющей организации, закрепив этот пункт в договоре на обслуживание. Получить в наследство дом для многих большая радость. Однако у этого подарка судьбы могут быть свои неприятные нюансы. Например, в виде неуплаченных налогов, обязательства по оплате которых полностью лягут на нового обладателя проблемного жилья. Сколько и в какие сроки платить, мы выяснили в налоговой инспекции. Достался в наследство дом от отца, а в наследство не вступал 4 года. Теперь вроде все оформил на себя. Нужно ли мне за этот период платить налог на землю и дом? И как можно узнать, сколько платить и в какие сроки? Право собственности на наследуемое имущество возникает с даты открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя. И не зависит от даты государственной регистрации указанного права. Нотариус при оформлении наследства передает сведения в налоговые органы. Также органы Росреестра передают данную информацию для начисления налогов. Поэтому налоговые органы будут начислять налоги с даты открытия наследства, но не более чем за 3 предшествующих года. Указанную сумму налога вы увидите в налоговом уведомлении, направленном налоговой инспекцией в ваш адрес. И должны уплатить не позднее 1 декабря текущего года. Видеорегистраторы прочно вошли в жизнь не только автомобилистов. Роликами со всевозможными курьезными ситуациями пестрит весь интернет. А вот что делать, если на видео попал злоумышленник, который нарушал правила дорожного движения? В моей машине регистратор заснял нарушение правил дорожного движения другим автомобилям. Куда я могу обратиться и передать эту запись автоинспектору? О нарушении правил дорожного движения можно сообщить тремя способами. Обратившись лично в подразделение госавтоинспекции, посредством почтовой связи, либо обратившись на официальный сайт госавтоинспекции 3W ГИБДД РФ, где имеется специальный сервис приема обращений. В своем обращении необходимо указать суть правонарушения, то есть какое правило дорожного движения было нарушено, дату, время и место правонарушения. К своему обращению необходимо приложить фото или видеоматериалы, либо ссылку на данные материалы. После чего ваше обращение будет рассмотрено сотрудниками госавтоинспекции и проведено административное расследование, по результатам которого виновное лицо будет привлечено к административной ответственности. А вы знаете, что с 1 июня автомобилисты при возникновении разногласий с страховой компанией по ОСАГО смогут обратиться за помощью к финансовому омбудсмену, причем абсолютно бесплатно. Уполномоченный по правам человека обязан поспособствовать скорейшему закрутию вопроса со страховщиком после разбора ситуации. Его решение станет обязательным, если одна из сторон не пожелает обращаться в суд. И это все на сегодня. Присылайте вопросы и жалобы, а также не забывайте отправлять свои видеообращения. Вся контактная информация сейчас на экранах. Если вы дозвонились на автоответчик, то кроме вопроса оставляйте номер телефона для связи. И помните, только вы сами можете решить свою проблему. Главное действовать. Ну а мы с в очередь подскажем как. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова